Приветствую вас и видите ли, тонкость вашей ситуации в том, что советовать здесь можно очень много, долго, красиво, но в итоге вряд ли вам будет оказана именно помощь профессиональную. Ну, например, есть люди, есть мнение, точка зрения, согласно которой женщина должна терпеть все от мужчины, и она должна воспитывать ребенка, хранить очаг и, собственно говоря, мириться со всеми поведенческими элементами своего мужа. И понятно, что в этой теории, в контексте этой теории, вам отведена роль по сути там, которую вы сейчас занимаете. То есть такой вот бесправный партнер в отношениях. Ну, если вы не можете нести ответственность за свою жизнь, если вы не приучены нести ответственность за свою жизнь, если вы не хотите нести ответственность за свою жизнь, вы не хотите, чтобы она зависела в первую очередь от ваших действий, от вас самой, и если вы не осознаете до конца ответственность за свою дочь, а потом чуть позже немного поясню, что это значит, то вы, конечно, можете остаться в этой позиции, в этом положении. Если вы придерживаетесь другой теории, согласно которой и мужчина, и женщина равны, то вы понимаете, насколько абсурдна, невозможна ситуация, в которой вы оказались. И правда заключается в том, что эта абсурдная ситуация произошла с вами не потому, что у вас такой плохой муж, хотя, безусловно, у него есть ряд проблем. А такая ситуация произошла по той причине, что вы сами ей позволили произойти. Смотрите, а вы говорите, что вашей дочери нет еще и года, но при этом скандалы постоянно смутен на протяжении года. Скандалы начались до рождения ребенка. А наши предпосылки для возникновения подобного поведения были еще раньше. Но вы не придали этому отношения, вы не увидели или не захотели видеть угрозу, которая была у вас. И в итоге оказались в этой ситуации. И вот эта вот вторая теория, где мужчина и женщина это равные партнеры в отношениях, она говорит, что вы не взете ответственность, первую очередь, за себя, сами за себя и за свою дочь. Она говорит, что если вы позволяете мужчине унижать себя и оскорблять, и говорите, что терпить это из-за дочери, то это не так. Это самообман. Дело в том, что дочери ваши, вы только вредите тем, что терпите из-за нее. Ваша дочь это, по сути, аргумент, чтобы оправдать свое бездействие и нежелание взять для себя ответственность за свою жизнь и за жизнь своего ребенка. Простите меня за такие слова. Потому что ребенку для счастливой жизни нужна счастливая мама. А счастливой вы быть не можете в такой ситуации. И какой пример вы подаете своей дочери? Какой пример отношения между мужчиной и женщиной видит вообще ваша дочь? Вся. Вы, вполне возможно, думаете, что она ничего не понимает. Она не понимает интеллектуально. Она не понимает сознанием, но она чувствует. И это куда страшнее. Потому что с чувствами потом. И, простите, придется работать с психологом. И хорошо, если только с психологом. И вот в рамках этой диорхии, в рамках этого взгляда, вам необходимо как следует подумать, кто вы в отношениях. Сейчас, объективно, вы заняли роль жертвы. И, объективно, эту роль вы очень хорошо так выполняете. Вы не только жертвы, но вы еще и спаситель. Вот по схеме Эрика Берн. Здесь, мне кажется, очень явно это выражено у вас. То есть, с одной стороны, вы взяты, вас муж оскорбляет, унижает. С другой стороны, вы пытаетесь ему помочь. И, значит, вы переживаете за то, что вашему мужчине угрожает опасность. И поэтому вы решили поговорить с его мамой. Ну, понятно, что вот предыдущих поговорить с мамой о таком важном и серьезном вопросе, тем более с учетом того, что они не общаются почти. Ну, логично поговорить с первосмужем. То есть, как твоя мама поможет, может быть, я с ней поговорю, то есть, вместе выработать какую-то общую стратегию, общую позицию по данному вопросу. Но вы этого не сделали. Вы решили действовать самостоятельно. Почему возникает вопрос? Для чего? А то вы хотели проявить себя. Вот вы не чувствовали, что проявляете себя с мужем, и решили себя проявить так. Там эта потребность проявить себя. Все же есть, на нее никуда не деться. Вот вы себя проявили, и вы в итоге оказались крайними. И надо признать, что вина здесь не мужа в том, что он так отреагировал, не ваша в том, что вы этого хотели, и не мамы в том, что она не помогла, видимо, зная, какой у нее ребенок. Здесь нет чьей-либо вины, здесь есть потребности. Есть неуверенная позиция вашего мужа, который за счет вас самостраждается и пытается купировать свои комплексы. Здесь есть позиция ваша, когда отчаянно хотите хоть что-то значить в том социальном кругу, в котором вы находитесь. Вы отчаянно пытаетесь занять хоть какое-то место, не понимая, что этот круг в принципе не воспринимает вас как полноценного, равноправного партнера. И вы держите за него, потому что говорите о том, что финансово зависит от мужа и что у вас нет родней, кто бы мог помочь, кто бы мог мне помочь одной. Но здесь, в этой ситуации, в этой ситуации, вот именно советовать что-то нельзя. Я привел вам две основные теории, я привел вам два основных взгляда. Какой-то из этих взглядов вам будет ближе, какой-то из этих взглядов вам будет дальше. Но если вы решите двигаться каким-то взглядом, двигаться в конвекте какой-то теории, то нужно, чтобы вы, сделав этот первый шаг, уже обратно не отжаливались. Вы куда-то уходили уже два раза. Значит, куда-то уйти все-таки есть. Куда уйти есть. Вы возвращались почему? Потому что мужчина клянется, что больше так не будет. Но это просто слабо. Это просто слабо. Попробуйте для интереса и любопытства, для разнообразия, сказать мужчине о том, что вы не верите его словам, а хотите увидеть поступки с его стороны, что он изменился. Ходите увидеть, например, его график посещения психолога, потому что мужчине он нужен. Ходите увидеть еще какие-то поведенческие изменения у него. И я уверен, что мужчина ответит вам примерно так, как он отвечает вам, когда унижает и оскорбляет. Потому что этот человек не готов совершать поступки, он готов много чего говорить, но не готов делать. И не нужно верить словам, нужно верить делам. Это тоже очень важный момент. Так вот, если вы как бы уходили из-за один раз, и даже не один раз, то из-за куда уходить, это здорово. Вы имеете право наполовину совместно на готовое имущество и на алименты вашего мужика, как отца ребенка. Уже какая-то сумма есть. Можно подумать о том, чтобы работать, подрабатывать дома, можно с ребенком, можно как-то еще. То есть, варианты... Вариантов много. Решать на самом деле вам. Понимаете? Только вам решать, как поступить. Ваш мужик не изменится. У него явно асоциальное поведение. Связано это и с тем, что ему грозит срок, и с тем, что отношения с мамой у него не складываются. Мама его тоже не изменится, потому что понимает, кто ее сын. Вам можно рассчитывать только на себя. У вас есть ребенок. И вот то, что вам нужно понять, главное, это то, что вы ребенку усвредите своим текущим, настоящим поведением. Если вы чего-то боитесь, это можно поправить. Если вы не уверены в себе, в этом тоже можно поправить. В этом тоже можно помочь. Если вы не знаете, как вам жить, то это можно и нужно расклонировать. Расклонировать. Но главное, чтобы вы поняли, чего вы хотите. И когда вы поймете это, когда вы поймете это, тут же появится возможность. Потому что, если вы достигнете своего потолка, у вас всегда будут открываться новые возможности. И главное, не стремиться к финансовой независимости сразу. Можно понимать, что этот процесс достаточно длительный. Вы как-то попали в полную финансовую зависимость от мужчины. И, значит, у вас были припасылки какие-то для этого. Вы почему-то не работали, когда... Вы почему-то не работаете, у вас почему-то нет занятости. То есть, даже такого вопроса, вопроса, как декретный отпуск, там, чего-то у вас нет. И на это тоже есть причина. Почему вы не реализовались до своего мужа? Почему вы не нашли себе призвание, не нашли себе работу? Почему вас устраивало финансовое зависимость? И так далее. Это тоже аспект, который нужно отдельно продумать вместе с вами. Дальше. Значит, хочу сказать вам еще две вещи. первое это то, что вы как бы вы не пытались своего мужа не провоцировать, как бы вы не пытались его не провоцировать, он все равно всегда будет это делать, он всегда будет к этому стремиться, он всегда будет искать повод, чтобы к вам притрачиться. И второе это то, что обидно вам, вы говорите, что обидно вам, быть не должно мужчине, он не имеет ничего протива У него есть конфликт, у него есть противоречия, которые он не может разрешить И если это противоречие ему помочь разрешить, может быть он действительно изменится Но для этого нужно его желание, для этого нужно его желание работать с этим противоречием, как-то развиваться, расти и так далее И это означает, что можно ваши отношения сохранить, можно и себя не ломать, и не уходить никуда Но для этого необходимо, чтобы ваш муж готов был работать с психологом, для этого необходимо, чтобы ваш муж самостоятельно осознал проблему, осознал, что он вредит своей дочери И готов был это в своей жизни менять Вот И начательный, конечно же, с вами начало спросить, почему именно на протяжении года у вас скандал Что было, что было до этого, до этого Какова первоначальность, причина скандалов и так далее То есть вот эти все моменты нужно выяснить А нам нужно нанести эту вещь, что он вредит вам, что он вредит своей дочери Если он хочет, чтобы вы были с ним, если вы как-то, он говорит, очень нужны ему И что он действительно обещал, что такого больше не будет То вы ему верите, что он хочет этого, но он не справляется И либо он идет к психологу, либо вы уходите Других вариантов здесь нет Вы понимаете, здесь три основных направления Какое направление вы выберете решать, решать вам Нет такого понятия, нет такого условия, которое бы максимально полно могло быть лучшим для вас Потому что мы вас не знаем Но вот вы подумайте, проанализируйте все И выберите то, что вам лучше всего И вот уже когда будет это направление Вот тогда уже и двигайтесь в соответствии с ним Но помните, двигать не оглядывайте назад, никогда В этом нет ничего хорошего На этом все Надеюсь, что помог вам Если какие-то вопросы остались Обращайтесь в личику Помогу Если вам понравился мой ответ Буду благодарен Если сделаете его лучшим Желаю вам всего самого доброго И удачи Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Спасибо!